Таня, все, оффлайн пошел. Знаю, в шпильнобачене наш земляк, мой старинный товарищ, известный актер Алексей Горбунов. Алексей киевлянин, а мы все время слышим разговоры о том, что киевлянин категорически выступает против Майдана, и надо это сносить безобразие и всякое прочее. Поэтому это даже не вопрос, а комментарий Алексея по поводу этих игроков. Я, да, я действительно коренной киевлянин, я вырос на Усановке, и мои родители здесь похоронены, и друзей очень много. Я не думаю, что настоящие киевляне против того, чтобы убирали Майдан. Мне кажется, что сегодня это такое настоящее киевское место, потому что за последнее время мы вообще забыли, как выглядит Киев, и как выглядят коренные киевлянищи. Но последние три года я их не видел. Я очень много приезжих вижу разных людей. Но киевских людей я больше вижу в Москве или, скажем, в Приморском крае, чем в Киеве. Так что нет, я думаю, киевлянин за Майданом. Алексей, вот ты же фактически работаешь на две страны, и большая часть твоего времени и жизни проходит в России. А к какому отношению к Майдану, и есть ли там источники, которые говорят правду о Майдане? Нет, все люди, кто интересуется Майданом, все, конечно, смотрят в интернет. То есть официальные каналы, как любые официальные каналы в любой стране, показывают официальные новости. Мы понимаем, что вся, ну, как бы, толковая публика, да, и молодежь, естественно. В первую очередь молодежь переписывается, смотрит, открывает ссылки и видит всю реальную картину. Значит, как относится общая, там, масса людей, да, по-разному, как и здесь, и на Украине же, наверное, кому-то нравится, кому-то не нравится. Очень противоречивое мнение, но мы, как правило, слушаем своих, знаешь, уж хочется больше общаться с людьми, с которыми тебе по пути интересно, и что-то связывает тебя внутри с ними. Короче, все нормальные смотрят на нормальных, все настоящие люди соскучились по настоящим героям, которых мы почему-то не видели в последнее время. Ни в кино, ни в телевизоре, тем более уж, да, и не на официальных каналах. А вот настоящие люди, да, обычные, простые люди разных возрастов, с разных, там, точек Украины, но которые говорят сердцем. Это всегда, наверное, видно, слышно и всегда это чувствуется. Кирилл, пожалуйста, а вот с чем связаны твои ожидания, то есть, ожидаешь ли ты каких-то реальных изменений после Майдана, и в принципе, с чем ты мог бы увидеть твои детей изменения? Ну, мы все же хотим о лучших изменениях, да, там, во всем мире люди мечтают о лучших изменениях. Я бы хотел очень, там, простую вещь, я бы хотел, чтобы Киев выглядел был, ну, вот так, как он выглядел когда-то давно, да, мы с тобой часто на эту тему говорили, да, когда подол был подолом, да, когда центр города был центр городом, да, когда Сахыл и Днепр, это были Сахыл и Днепр, это был самый зеленый город в мире, и это действительно была правда. Я мечтаю об этом, я мечтаю о том, чтобы Киев стал опять Киевом, там, это из того, что, да, из реальных мечтаний, то, что, может быть, перемены нам дадут в этом роду. Киев вернут киевлянам, Киев вернут киеву, потому что это великий город, великий. Спасибо большое, за всяческих успехов, чаще приезжай, и чтобы все было, спасибо, и любви больше. Спасибо большое, мое сердце с вами, я очень искренне переживаю за всех людей, которые вышли и ждут, не просто ждут, а хотят, активно хотят лучших, светлых, человеческих, повторяю, человеческих перемен. Спасибо, с нами был Алексей Горбунов, актер.